Раф Ицхак Зильбер. Чтобы ты остался евреем. Глава десятая. Арест. История моего ареста. Двух учительских зарплат, что получали мы с женой, на жизнь не хватало. Постоянно приходилось в конце месяца занимать. Как-то перед Песохом я занял у знакомого пять рублей. Близился Шевуот. Между Песохом и Шевуотом пятьдесят дней. А я все не мог отдать долг. Меня это очень угнетало. Тут пришел счет за свет. Жена дала мне пять рублей. И я отправился платить. По дороге я решил, что лучше нам пожить какое-то время без света. Но вернуть долг. С этого момента и закрутилось. Я вдруг вспомнил, что еще раньше одолжил пять рублей у другого человека. И поехал отдавать ему. В трамвае я подумал, тот, кто дал в долг позже, может обидеться. А этот, который раньше, наверное, нет. Я сошел на полпути с трамвая и пошел к тому, кто мог обидеться. Дверь мне открыл милиционер. Впустить впустил, а выпустить не выпускает. В квартире все вверх дном. Полно милиции. Идет обыск. Меня повели ко мне домой. А у меня под кроватью лежал сверток с облигациями государственного займа. Тут, по-видимому, требуется объяснение. Займы, когда государство берет в долг деньги у своих граждан. Только сейчас заметил, что в истории моего ареста все завязано вокруг займа и долга. Практикуются в разных странах. Облигация, вроде расписки, которую государство выдает взаимодавцам. В ней указаны срок возврата и проценты, с которыми сумма будет возвращена. Практиковалась такая система и в Советском Союзе. Но заем по-советски представлял собой хитрый трюк. Во-первых, облигации приобретались принудительно, а не добровольно. Ежегодно на сумму месячного заработка. Уклониться от этого было нельзя. Во-вторых, погашение займа, то есть возврат денег, предстоял в неопределенном будущем. Правда, для утешения владельцев время от времени облигации разыгрывались, как бы в лотерею. Кто-то случалось и выигрывал. И возврат, и выигрыш были сомнительны, а люди постоянно нуждались. Поэтому они старались продать принудительные облигации, пусть даже дешевле стоимости. Но торговать облигациями закон запрещал. Облигации принес мне и попросил спрятать один знакомый, пенсионер Маше Народович. Пенсии на жизнь не хватало, и он из каких-то своих расчетов скупил по дешевке большое количество облигаций. Но держать у себя боялся. У меня же, он был уверен, искать не станут. «Если что случится, и все-таки найдут, скажешь, что это мои». И написал на одной облигации свою фамилию. Жена была против. «Ицхак, я боюсь». «Чего ты боишься?» – успокаивал я. «Мы же ничем таким не занимаемся, у нас искать не будут». Естественно, при обыске эти облигации тут же нашли. Когда спросили, чьи они, я сказал – мои. Думал, Народович человек пожилой, ему арест перенести труднее. А я как-нибудь выкручусь. Учитель все-таки, и репутация у меня неплохая. Меня арестовали. Было это как раз накануне Шивоот. Следующий обыск произвели ночью. Дети проснулись, расплакались. Жена, предвидя его, сожгла все, что ей казалось подозрительным. Так пропало много дорогих для нас, а может и не только для нас, фотографий и писем. Началось следствие. Каждый раз перед допросом меня ставили в маленькую, как телефонная будка, камеру. Спустя несколько минут я уже чувствовал, что задыхаюсь. Вот-вот умру. В последний миг меня оттуда выволакивали и вели к следователю. Потом о таких пытках я читал у Солженицына. Помню имя следователя. Старовер. Он кричал на меня. «Нет угла, где торгуют облигациями, которого бы я не знал. Я тебя там ни разу не видел. Признавайся, чьи они?» Я отвечал. «Мои». Допросы были мучительные. Недаром, говорят заключенные, полчаса у следователя, как год в лагере. Когда меня привели на допрос в первый раз, там сидело человек пять. Заговорили они вовсе не об облигациях. «Мы знаем, ты человек верующий. Объясни нам, что это за бог такой? У русских он один, у татар другой, у евреев третий. И все говорят, что их бог самый правильный. И вообще, как можно в него верить? Вот мы боремся с религией. Закрываем церкви и синагоги. Что же он не вступится-то, если он есть? Где же он?» А потом и вовсе сменили тон. «Знаешь что? Мы сейчас не следователи. Просто люди, товарищи. Сидим, разговариваем. Ничего никому докладывать не собираемся. Докажи нам, что есть бог». Я задумался, говорить или нет. Я чувствовал какой-то подвох. Вдруг они собираются использовать мои слова против меня. Ведь это очень может быть. Что облигации? Облигации – ерунда. Ну, осудят на пару лет. А вот если добавить обвинения в религиозной пропаганде, дело станет посерьезней. Один следователь, еврей, не задавал никаких вопросов. А сидел он молча, но как-то напряженно. По лицу я понял, что ему трудно видеть эту игру. Внезапно он вмешался. «Знаете, товарищи, мы его не изменим, и он нас тоже менять не хочет. Давайте говорить о деле». Так он прервал так называемую дружескую беседу. Только тогда я осознал, насколько это было опасно. Прошло время. Как-то меня вызывают на допрос к этому следователю. Пиндрус – его фамилия. Он говорил со мной очень доброжелательно. Спросил, чем можно помочь. Я сказал, «Жена сидит без копейки, а мне в школе положена зарплата. Дайте указание, чтобы ей быстрее выдали деньги». И он это сделал. Народович услышал, что меня взяли, пришел в милицию и заявил, что это его облигации, полагая, что меня сразу отпустят. Но вышло только хуже. Меня не отпустили, а его посадили, да еще и оформили дело, как групповое преступление. А за это, сами понимаете, полагался большой срок. Потом был суд. Год 51-й. Самое время сталинских репрессий и антисемитских кампаний. Так что свое я получил. Отсидел я два года и вышел по амнистии. Из рассказа Рава Бенциона. Арестовали отца накануне Шевоот. Вышел он из лагеря 30-го Ниссана. В этот день он всегда надевает талит своего отца и дает нам, своим детям, благословение. Тюрьма Условия в тюрьме во время следствия были невыносимые. 43 человека в тесной камере. Жара. Спертый воздух и две открытые параши. Большие ведра для отправления надобностей. Я стеснялся ими пользоваться на людях. Ходил только ночью, когда все спали. Туалет выводили дважды в сутки. В 6 утра и в 6 вечера. И всего на 10-15 минут. Уголовники приметили мое состояние. И когда нас выводили в туалет, нарочно занимали кабинки и сидели до последней минуты, чтобы я не успел войти. Оправка превратилась для меня в страшное мучение. Я чувствовал, что погибаю. Вскоре я заболел дизентерией. 10 тому за 51-го года, в субботу и день рождения моей дочери, я совершил омовение рук и хотел в честь субботы съесть кусочек хлеба, но не мог проглотить ни крошки. У меня не было сил выйти на прогулку, и я просил, чтобы меня оставили в камере. Не разрешили. Я вышел, прошел два шага и упал. Очнулся я в тюремной больнице. А придя в себя, узнал, что тут столько же шансов выздороветь, сколько подцепить что-нибудь новенькое. Диагнозы у моих соседей по палате были хуже некуда. Открытая форма туберкулеза, сифилис, еще что-то страшное. Я поспешил вернуться в камеру. Была еще проблема. Мне выдали одеяло, но я не знал, ни шатнес ли это. Шатнес – это запрещенная для евреев материя из смеси шерсти со льном. И не мог им укрываться. У моего русского соседа по камере было хлопковое одеяло. Я предложил ему поменяться. А зачем тебе? Я объяснил, в чем дело. Он вскипел. Расстреливать вас надо! Из-за таких, как вы, мы не можем построить социализм! Кипел просто ужас. Через три дня его переводят в другую камеру. Он сам подходит ко мне с этим одеялом и говорит – «На, бери!» Чего, спрашивается, он так подобрел? Не знаю. Все равно, спасибо. А как быть с молитвой? С благословением после трапезы? В камере открытые параши, а молиться в зловонном месте запрещено. Надо отдалиться не меньше, чем на четыре амот. Это четыре локтя. Пришлось на время молитвы накрывать одну парашу пиджаком, а вторую пальто, чтобы запаха не было. А поскольку и это не очень помогало, искать в переполненной камере место, отдаленное от них на четыре локтя. Так я молился. Про отношения с сокамерниками я уже говорил. Им-то, может, их выходки и казались смешными. Но мне было не до смеха. Как-то принесли в камеру посылки из дому и дали карандаш расписаться в получении. Все расписались. Надзиратель требует карандаш обратно. А карандаша нет. Ищут, ищут. Куда он пропал? Все показывают на меня, будто это я взял. Надзиратель говорит. Жду пять минут. Не отдадите. Камера лишается передачи на месяц. Угроза угрозой. Оставить карандаш в камере он в любом случае не имеет права. Обыскали всю камеру. И нашли у меня. В моей постели. Как они его подкинули, не знаю. На то они и мастера своего дела. Просто повезло, что тюремщики меня не наказали. После вынесения приговора заключенных из тюрьмы переводят в лагерь. Со дня на день меня могли отправить неизвестно куда. Выручил Раф Пионтак, дертулер Роф. Бывший раввин города Тулы. Если бы не он, не знаю, что бы со мной было. Раф Пионтак сказал моей жене, что ведет переговоры с человеком, который работает в лагере возле Казани, чтобы меня перевели в этот лагерь. Переговоры затянулись, а результатов нет. Гита моя сообразила, в чем дело. Добыла денег, и уже на завтра меня перевели в лагерь в 20 километрах от Казани. Тулер Роф помог моей жене и в другом. Гита была новым человеком в Казани. Всего пять лет в городе. И когда меня посадили, ей было очень тяжело. Все говорили, ее муж такими делами никогда не занимался. Это она виновата. У них тяжелое материальное положение. Вот она и вовлекла его в эту аферу. Мне кажется, именно Раф Пионтак прекратил эти разговоры. Первый шаббат в лагере. Жена потом шутила, что с курорта не пишут таких писем, какие я писал из лагеря. Здесь очень хорошо. В туалет хожу, когда пожелаю. Весь день работаю на свежем воздухе. Когда меня привели в лагерь, подошли двое заключенных, и один из них спросил наидиш. Аид? Еврей? Да. Он говорит. Чем помочь? Я отвечаю. Не хочу в субботу работать. Ладно. Говорит. В пятницу в шесть придешь. Будет тебе больничный. В шесть он имел в виду вечером. Я очень обрадовался. Но воспользоваться бюллетенем не пришлось. Почему? Потому что я по-настоящему оказался в больнице. Меня направили на лесоповал. Вдвоем с напарником мы должны были таскать и складывать бревна. Чтобы уложить бревно, мы по узкой доске поднимались наверх штабеля. Он впереди, я сзади. Подъем был крутой. Я боялся упасть и шел осторожно. Напарник заметил это. И как только я ступал на доску, начинал на ней приплясывать, чтобы меня напугать. Так он плясал во вторник, в среду, а в четверг я сорвался и упал вместе с бревном. Счастье, что очки сразу свалились. А то бы остался я без глаз. Расшибся я основательно, если судить по тому, что продержали меня в лагерной больнице три недели. А там просто так не лежат. Левая рука у меня так и не восстановилась полностью. Я лежал забинтованный и себя не помнил от радости. Три шабата свободен. Найди я клад в миллион долларов, и то, наверное, так бы не радовался. Но прошли три недели, и вот меня выписывают. Да еще перед самой субботой. Что делать? Когда в субботу меня погнали работать, я сказал, что у меня еще болит рука. Бригадир обратился к врачу. Тот говорит, Раз я выписал, значит, может работать. Бригадир стал меня бить. Я убежал и спрятался в сломанной лодке. Их там много было на берегу реки. Река тоже была в зоне. В 12 часов идут обедать. Слышу, один заключенный говорит, Смотри, кто-то лежит в лодке. Что делать? Если охранники меня обнаружат, не миновать обвинения в саботаже. Вижу, прямо в мою сторону идут несколько заключенных. И среди них тот самый еврей, который обещал мне больничный. Семен Семенович Лукацкий. Он был еще довольно далеко, но, что называется, в пределах слышимости. Я подумал, он все-таки одессит. Идишь, наверное, знает. И шепчу, Семен Семенович, фарклапзей демкоп. Заморочим голову. Это чтобы меня не заметили. В ответ раздается бодрый голос. Между прочим, сегодня в газете статья великого Сталина. Заключенный, понятно, Сталина назвать товарищем не может. Экономические проблемы при строительстве социалистического общества. Такая глубина мысли. Хотите, почитаем? Кто посмеет отказаться? Остановились. И он начинает читать и комментировать. Болтает, болтает. И вдруг я слышу, как говорит известная латинская пословица, «Баалдзих ин отцвейтен орд!» Наидыш, спрячься в другом месте. И чтение продолжается. Я потихоньку выбрался из лодки, прошел метров сто и спрятался под другой. Была осень, шел дождь, много часов я пролежал, не поднимая головы. Кончился рабочий день. Без четверти пять прозвучал гудок отбоя, а я все лежу, ничего не слышу. Заключенных выстроили, пересчитали, одного не хватает. Стали искать и нашли меня только через сорок пять минут. Сорок пять минут люди стояли под холодным дождем, а в столовой стыла еда. Вы представить себе не можете, что творилось, когда меня нашли. Каждый готов был разорвать меня на тысячу кусков. Из-за этого Жиденка столько мокнул, в столовую опоздал. Я с ужасом думал, а ведь это только первая суббота. В этот вечер я читал Слеход. Покаянные молитвы передрож Шишана Новым Годом и читал их так сосредоточенно, как, может, молился раз в жизни, когда в столбищах сбился с дороги и замерзал. Меня не покидала мысль, что Бог укажет мне путь. И я опять увидел, что есть тот, кто слышит молитву. Закончил я молиться, вышел на улицу и встретил Кольку-нарядчика. Нарядчик – это человек, который направляет на работу. Я говорю, «Слушай, Коля, ты видишь, с бревнами у меня не получается. Я хочу другую работу». Он спрашивает, «Какую?» А Лукацкий меня уже научил, что просить. Кстати, о Лукацком. Старый коммунист из Одессы он оставил семью, поехал в деревню, где никак не удавалось добиться сплошной коллективизации. Сталин сгонял крестьян в колхозы, а они, как могли, сопротивлялись. Три года там провел, и все, чтобы довести район до нужной кондиции. Не видел и не понимал человек, что делает. Большой грех взял на душу. Сел он за какую-то финансовую ерунду. Он был директором типографии. Он и в лагере был такой же. Хлебом не корми, дай поговорить о марксизме-ленинизме. В лагере мы сблизились и продолжали встречаться и на воле. Я жалел его жену, она тяжело переживала, что сын женился на русской, и внуки у нее не евреи. Тихий, покладистый парень, сын ее любил детей, дорожил семьей. Что тут поделаешь? А я сказал, ничего, уладится. И вдруг, ни с того, ни с сего, жена Лукацкого-младшего взбрыкнула и потребовала развода. Вторым браком парень женился на еврейке. Осуществилось мое благословение. А Семен Семенович, выйдя из лагеря, уже зажигал ханукальные свечи и стал немножко выполнять митцвод. И так Лукацкий меня научил, что просить. Надо, чтобы ты ни от кого не зависел, сказал он. Есть работа воду носить. Водопровода там не было. Конечно, натаскать воды на три тысячи человек одному трудно, но если будешь один, как-нибудь выкрутишься в субботу. Поэтому я сказал Кольке, хочу носить воду. Он говорит, а я что с этого буду иметь? Двадцать пять, говорю, и тут же вручаю ему пятнадцать рублей. Аванс, так сказать. С того вечера у меня появилась возможность не работать в субботу. И я носил воду до конца срока. Я 루루. Ялантик. Я лечусь в субботу. Двадцать лепто. Двадцать лепто. Я лечусь в субботу. Продолжение следует...